В Харьковской области. Там в 11-13 веках в соседстве располагались западные дежты Кипчак и Киевская Русь. Город Донецк был границей Киевской Руси, а город Змиев – границей западного дежты Кипчака. Киевская Русь И Болынь. Конечно, они не сохранились. Это город Змиев. Он располагается в 20 километрах от Харькова. По мнению историков, именно здесь прежде находился город Шарухан, а рядом был Сугров. Основателями этих западных городов были Шарухан, который в 11 веке правил западным дежты Кипчаком, и его младший брат Сугир. Именно в их чести были названы эти города. Только спустя время названия были адаптированы под язык местных жителей, русских, как Шарукань и Сугров. А вот сказание слова о полку Игреве напрямую связано с городом Шарухан. Один из главных героев поэмы, коншак – сын известного Артыкхана, оставившего неизгладимый след в истории кавказских народов. В свою очередь, Артык – сын Шарухана. За моей спиной находится Половецко-Кипчацкая степь. В 11-12 веках на этой территории проживали Половцы-Кипчаки, и Северский Донец в те времена был водоразделом, будто бы границей. Как говорят многие историки, свидетельствуют исторические, археологические исследования, что именно город Змеев – это половецкий город, половецкий город, кипчацкий город Шарукань, который упоминается в слове о полку Игреве за 1185 год. В те времена, когда западные дежды Кипчак граничил с Киевской Русью, существовало два оборонительных сооружения. Назвались они «Змеевые валы». Их протяженность – 20 и 25 километров. Их история тоже связана с Шаруханом. Связываем мы все-таки это с половецко-кипчацким ханом Шарукань, который упоминается в слове о полку Игреве за 1185 год. И мы знаем, что Шарукань в переводе с тюркского на русский – это «змей». Здесь была граница. Граница между оседлым государством, которое, скажем так, для украинской истории значит много, и не менее значимым для украинской истории тюркским каганатом. Я его называю условно тюркский каганат, потому что Печенерское государство, Кипчакское государство – это все мы объединяем большим красивым названием Дешты Кипчак, который существует во всех восточных источниках. Половцы. И говоря о половцах, я бы хотела сказать одну интересную вещь. Дело в том, что сегодня существует рот Кипчака. Мы знаем на территории среднего казахского жуза кара Кипчака. А вот название половцы в дренерусских источниках, почему такое? Потому что пришли люди, светловолосые, с волосами цвета половы и зелеными глазами. Понимаете? Как они могли себя называть на казахском языке? Дорогие бои казахи. Как? Сары Кипчаки.